А в Петропавловске презентовали комплексную установку, которая позволяет очищать воду, не ухудшая при этом ее качество. Она разработана местными учеными, которые уже не первый год проводят анализ качества живительной влаги по всей стране. Одно из последних исследований показало, что в Акмолинской области санитарно-технической норме не соответствует почти 20% от взятых проб воды. Чуть меньше вредных веществ выявлено в Североказахстанской области. А вот что предлагают отечественные специалисты, расскажет Нургуль Ахметова. Поступает вот такая вот для очистки вода. Видно, что она очень мутная, загрязненная, имеет зеленоватый оттенок. Это техническая вода. Даже невооруженным взглядом видно, насколько она загрязнена. Инженер Варвара Рубе уточняет, содержание химических солей здесь в пределах 1500 мг на литр. Очень много. Очистить это с помощью обычного фильтра не получится. Для этого запускается технологическая линия, которая позволяет удалить все вот эти вот химически растворенные примеси, не ухудшая качество воды. И в результате на выходе мы получаем воду. Вот сразу видно по качеству, что вода уже очищенная. У нее изменилась цветность. Она стала более прозрачная. Она не имеет уже растворенных никаких компонентов. Над проектом по внедрению технологии комплексной многоуровневой очистки вод разного назначения североказахстанские ученые работают с 2017 года. На эти цели из фонда науки выделено 143 млн тенге. В планах сотрудничество с водоснабжающим предприятием Петропавловска. Мы в большей степени направлены в сотрудничестве с нашим предприятием по предложениям, внедрениям, по реализации, совершенствования технологий очистки сточных вод. Потому что это тоже проблема, которая сейчас стоит в том числе перед городом, перед областью, да и по сути перед каждым единичным предприятием. То есть сейчас появляется большое количество частных предприятий, автомоек, прачечных, летних кафе, которые по сути не задумываются о чистоте сбрасываемых стоков. Специалисты отмечают, что уровень загрязнения окружающей среды во многом зависит не только от новейших технологических разработок, но и от сознательного отношения самих жителей. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар, 24.